Сегодня в передаче Жизни дорога мы расскажем об автомотопараде ретро спецтехники. В нем участвовало около 30 единиц техники, а именно автомобили пожарной охраны, скорой помощи, КГБ и ФСО. Я рад вас приветствовать уже на пятном ежегодном параде ретро техники органов внутренних дел, экстренных служб. В этом году у нас принимают участие в ретро параде ветераны, действующие сотрудники полиции, реставраторы из города Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тамбова, Ижевска, Комсомольска, Наамуре и, конечно же, города Рязани. Я благодарен вам за то, что вы находите время для проведения таких мероприятий. Благодарен вам за то, что вам не безразличны вопросы безопасности дорожного движения. Перед зданием региональной госавтоинспекции установлен ВАЗ-2101. Он уже давно не на ходу. За свою расцветку и шум сирен этот тип автомобиля еще в годы службы получил в народе прозвище «Конарейка». А вот точно такой же автомобиль, но на ходу. Все детали в нем родные. В Рязань ВАЗ-2101 приехал из Воронежа. Восстановил его Павел Смирных. Автомобиль 30 лет назад выкупил его отец, а восстанавливал уже сам Павел Смирных. Три с половиной года. А мы вот стоим с вами, смотрим на внешний вид автомобиля, но изнутри. Такой же ли он аутентичный, как был тогда или что-то изменилось? Да, да, да. Автомобиль такой же аутентичный. Все спецоборудование, как и было здесь в автомобиле, который сохранился. Это его родное все оборудование. Балка, радиостанция. Все это родное, как было на автомобиле. Были сложности с хромированными деталями. Искал, говорит, на барахолках, сайтах с объявлениями, через знакомых. Восстановил автомобиль в 2021 году. Даже дал ему ласковое имя – Патруличка. В тот же год впервые выехал на парад в своем городе. Благо, оригинальные детали рабочие. Все оригинальное, все оригинальное. Если хотите, даже... Да, давайте посмотрим, если есть возможность. После долгой дороги, конечно, пыльное все, но... То есть это все у нас детали с тех самых пор, то есть, да, я вот смотрю, даже шильдик сделан в СССР. Все, все в оригинальном виде, все как и было. Только, ну, двигатель пришлось откапитолить, а так все в оригинале, все как и должно быть. Даже иногда на выставке ставим родной аккумулятор, но, к сожалению, уже за столько лет он не рабочий. А для антуража – да. Иногда, говорит Павел Смирных, на ретро-пробегах подходят ветераны, которые служили на схожей патруличке. Спрашивают, даже порой просят прокатиться. Павел Смирных говорит просто – ну, как таким откажешь? Ту историю, которую вы привезли сюда, и которую сейчас увидят жители нашего города, я знаю, что они этого ждут. И здесь в строю стоят не только из нашего субъекта, да, скажем, из Рязани, а из других субъектов, из многих. Сразу говорю, большой, огромный вам слова благодарности. Не все давно видели то, что вы сейчас сюда привезли. Я знаю, молодежи вообще не видели этого. И, конечно, то, что мы сейчас делаем, я думаю, это большое имеет значение. Ну, во-первых, это патриотическое воспитание молодежи. Пока люди живут вот с таким отношением к своему делу, ну, я думаю, история, она будет вечно продолжаться. И посмотреть, как наши, ну, скажем так, уже бывшие, если не сотрудники, то наши ветераны несли службу – это очень дорого стоит. Всех участников автопробега наградили заранее. Программа была насыщенная, поэтому сделали это еще до начала. А после прозвучала главная команда. Становись, равняйся, смирно. Приказываю заступить на охрану общественного порядка и безопасность дорожных движений на территории города Рязани. Вольно, по машинам. В этот день, 6 июля, на дежурство заступают не современные хавалы, а автомобили 60-х и 70-х годов. Здесь же машины ГАЗ 43-го года с табличкой «Милиция». Почти 30 единиц ретро-техники выдвинулись на городское дежурство. Первая остановка – стационарный пост ДПС «Дегилевский». А на посту старая техника, можно сказать, получила вторую жизнь. Из еще милицейских «Жигулей» достали раритетный, но работающий радар «Барьер М2» для измерения скорости автомобилей. Радар показал вполне допустимые 35 км в час. В день автопробега никто правила дорожного движения нарушать не решился. Да и нарушителей в этот день не выявили. Наоборот, водители восторженно гудели в клаксоны, проезжая мимо ретро-техники. Следующая остановка – улица Коняева. Евгений Коняев погиб в 1977 году. Молодому инспектору дорожного надзора было всего 30 лет. Погиб он 8 июля, прямо на этой улице. Правда, раньше она называлась «Шоссейной». Погиб он от рук убийц, преступников, которые на мотоцикле ездили с инструментом. Фомки у них были, отмычки. Они ездили по сельским магазинам с целью грабежа этих магазинов. В тот день, 8 июля, сержант уже закончил смену. Просто решил проехаться по улице на своем служебном мотоцикле. Так, на всякий случай. И заметил необычную пару. Они ехали на маленьком мотоцикле К-175. О том, что у них с собой был набор инструментов для взлома, Евгений Коняев не знал. На что именно обратил внимание инспектор, неизвестно. На рюкзаки с инструментами или на то, что на одном из мужчин не было шлема. Тем не менее, инспектор на служебном мотоцикле, ловко развернувшись, перекрыл дорогу преступникам. Как выяснят позже, родственникам, дяде и племяннику. Когда он их оставил в районе переезда, то этот дядя зашел сбоку. Он попросил документы у этого пацана, у водителя. Дядя зашел сбоку. И неожиданно для него произвел выстрел из самодельного пистолета. И попал прямо в висок. На месте был. Погиб Коняев на месте этого происшествия. Он посмертно был награжден орденом Красной Звезды. И улица Шесейная стала улицей Коняева. Поймали убийц через три дня. Оказалось, что они промышляли грабежом магазинов в Московской области. За свое преступление водитель получил 15 лет лишения свободы. Пассажир – тот, который стрелял в высшую меру наказания. А это мотоцикл «Урал-8903» «Одиночка». Точно на таком же служил Евгений Коняев. Владимир Конкин добавил, что абы кому мотоциклы не давали. Инспекторы были мастерами своего дела. И сейчас на автопробеге ретро-техники участвуют не только ветераны службы, но и действующие сотрудники, которые такие же мастера своего дела, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения. Зрители пришли заранее, еще до прибытия техники. А с первыми «Волгами» и «Жигулями» выстроились вокруг них, чтобы расспросить водителей. Точкой притяжения номер один стал «Вилли» с 43-го года с установленными на него пулеметом. Восстановил такую технику Антон Кувшинов из Московской области. Говорит, когда машину приобрел, пришлось ее кардинально переделывать. Оригинал был как? Вот посюда? Да, вот посюда, да, и вот посюда. Отсюда стояли уже уазовские двери, машина была длиннее, вот примерно вот настолько стоял там бак от Запорожья. Мост был смещен, крылья были другие. Это все я сам делал, все это уже пригоняли, все из музей делали. То есть передняя часть, а это все уже как бы новодел. Восстанавливал такой «Виллис» практически в одиночку после работы. Иногда помогали друзья. Лобовое стекло здесь оригинальное, американское. Да и пулемет, можно сказать, закаленный в боях. Его нашли в одной из экспедиций под Ржевом. Поставили новый приклад, сделали так, чтобы оружие не стреляло и установили на авто. Рация рабочая 60-х годов. При желании можно переговариваться с другой машиной, на которой она тоже установлена. ГАЗ-67. Это мой автомобиль ГАЗ-67. Он 40... конца 43-го года, ну, по его номеру. Я смотрел архивы, эта машина воевала. А это машина с уникальной историей. ГАЗ-21Л. Машина 1963-го года выпуска. С 64-го по 81-й машина, так сказать, служила в городе Курске. Оттуда в таксопарк, после в частные руки. Свой путь «Волга» закончила на металлобазе. Точнее, могла бы закончить. Ее приобрел Игорь Корнеев. Что на ней не было? На ней не было. Во-первых, она была вся перебита. Вот, значит, на ней не было двигателя. На ней не было передних крыльев, капота. А все остальное было, но было в ужасном состоянии. Было несколько слоев краски. Когда была экспертиза, естественно, когда все защищали, а увидели, что она в ГАИ служила. Ну и так пошло-поехало. То есть на ней много очень чего не было, некомплектное было. Сложнее всего были именно кузовные работы, говорит Игорь Корнеев. Именно варить, подгонять, лудить. А как с кузовом закончили, перешли к остальным элементам. Так, например, с салоном помогали ребята из Донецка. Они тогда запустили ткацкий станок. А под капотом небольшие различия все же есть. Но такие, что обычно и не увидеть. Снаружи вы ничего не заметите. Это внутри. Клапана стоят от этого, как транспортера. Volkswagen транспортер. И маслосъемные колпачки от 402 мотора. Ну, более современного. Итак, можно рассказать о каждой машине. Все авто на ретро-пробеге восстановлены с любовью. Практически каждая деталь оригинал. Каждая машина история, а каждый человек реставратор этой самой истории. Темно-синяя форма младшего сержанта. Берет. Это форма регулировщицы 1943 года. На автопробеге такую на себя примерила Лариса Босоногова. Куратор музея ГАИ из Санкт-Петербурга. Форму она надела в память о девушках, которые несли службу в блокадном Ленинграде. Аббревиатура РУТ обозначает регулирование уличного движения. Лариса Босоногова была лично знакома с ветеранами службы. Потому, когда каталась на восстановленном Виллисе, помнила одно из главных правил. Крепче держать берет, чтобы от ветра не слетел. Но катались девушки не только на автомобилях. Девочки в такой форме, регулировщицы блокадного Ленинграда, они могли не только на Виллисе подъехать, переданным по Ленинграду, но и, например, на Харлея Дэвидсоне. Основной рабочей лошадкой, конечно, были мотоциклы Уралы уже потом. И трепетно инспекторы любили Уралы. Почему? Да, он может не так красив и роскошен, как БМВ, но он надежен. Любой инспектор мог его разобрать, собрать, починить, проехать по любому чупарыжнику, бездорожье. На ретро-пробеге было представлено сразу несколько мотоциклов. Были Уралы, про которые говорила Лариса Басоногова. Были Днепры и уникальные Ямаха, мотоциклы сопровождения. Здесь представлены автомобили, которые сопровождали на протяжении многих лет, начиная с советской власти. Это машины ГАИ, сопровождали первых лиц. И в данном случае здесь представлена преемственность, некая преемственность, которая показана, что раньше были такие, значит, там, вот, Виллисы, потом, там, Жигули, Волги и так далее. На данный момент этот автомобиль, который разработал ГУК НАМИ, также работает в сопровождении первых лиц государства. Самое главное, все-таки, это не техника, а люди, которые сегодня здесь присутствуют. Я уж молчу про количество, что это видно невооруженным взглядом, но у нас есть специальные гости, такие, как люди приехали с ретро-пробегов, с Комсомольска на Мауриду. 20 тысяч проехали совсем недавно на мотоцикле Урал-ГАИ. Им выдали здесь технику, но это для меня за гранью фантастики. Директор музея ГАИ Санкт-Петербург и Ленинградской области, это тоже для нас очень большая честь, что все эти люди здесь, ну и, конечно, все те, кто, как правило, не пропускают ни одного нашего пробега, фестиваля, парада, как угодно назови, но все это делают люди, за что им большое спасибо. А техника эта сегодня одна за другая. Многие автомобили, представленные здесь, помог приобрести и восстановить Василий Скиба, можно сказать, родоначальник таких автопробегов. Мы его про себя Вася зовем, хотя человек очень почетный, уважаемый нами всеми коллекционер, до которого лично мне там вряд ли надо достичь того, что у него получилось. Но человек, который отражает все вот эти эпохи, которые мы знаем, и ему удалось сохранить вот этот дух и коллекционирования, и честного несения службы, и быть на всех значимых участках работы. Благодаря руководству УВД, ГАИ Рязанского и местных жителей, инициативных, Сергея Волкова, вот уже пятая, получается, ежегодная выставка именно спецтранспорта. Милиция, ФСО, КГБ, пожарная охрана, скорая помощь. Я, как, получается, был тогда маленький, да, понятно, он меня везде с собой брал. А сейчас его, к сожалению, не стало, и все это взвалилось на наши плеси. Мы втянулись, и вот благодаря ребятам с Рязани уже сами, так скажем, загорелись этой идеей. Люди должны знать, что милиция, полиция – это хорошо. Мы всегда на страже добра. И самое главное – соблюдайте правила дорожного движения. Это самое главное. Кстати, полуторка, на которой и размещен баннер, участвовала в самом первом автопробеге 1986 года, к 50-летию ГАИ. Теперь же автопарк техники значительно расширился. От Виллис военных годов до современного Ауруса. А география участников – Москва и область, Санкт-Петербург, Рязань, Воронеж, Ижевск, Тамбов и Комсомольск-Намури. В следующем же году обещают автопарк расширить еще больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова